27 июня 2020 года Эдуард отвечает по порядку, марганцовка мне нравится, хорошо дезинфицирует, освежает, но не более того, дегтярная вода сейчас созреет и снова подключу, второе насчет мина понял, сокращаю, третье с папилломой все понятно, пусть в дегте покупается, четвертое теплые ванны плюс масло понял, пятое, попросил прощения у лягушек, вот бы никогда не подумал, что до этого дойдет, а вон как вышло, комментарии излишни, шестой вопрос был задан перед сном мне вам, седьмой с чесноком попробую пополоскать, спасибо за совет, Эдуард спрашивает, имбирь попробуем пополоскать, керосин на гвоздики принимаю, только не совсем ясно через какое время смывать и чем, водой с мылом, да, водой с мылом, да и керосин очень быстро впитывается, а что смывать, ну вот то и смывать что, что впиталось, в противном случае могут быть ожоги или раздражения, лично у меня так было Далее магния сульфат, попью обязательно, почищу кишечник Четвертое, житие мое, думаю, 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 я сообщаю Эдуарду, вспоминаю женщину, лечившуюся от лишая дегтярной водой, у нее обострение было страшно, тело покрылось коростой примерно на три месяца, после чего все прошло и кожа стала на загляденье Значит, какие варианты можно применять в данном лечении Первое, пусть идет, как идет, динамика положительная, обострение, как бы уже прошли Второе, что-то найти новенькое, только вот что Третье, выпивать до литра в день дегтярной воды, что будет неизвестно, но протраем организм от грибка капитально Четвертое, все отбросить и поголодать две недельки для начала Вскроет ли это гнойники в гландах, возможно, придется голодать не один раз, но средство верное Будут ли обострения, должны, но пройдут быстро Главное, на выходе не сорваться Пятое, это главное, лечение уже достаточно длительное и применяемые средства начали разбалансировку жизненных принципов И вот здесь надо проявить разумную осторожность, чтобы лечением не навредить здоровью Следить за стулом, самочувствием, настроением, с нами, жизненной силой и вовремя делать нужную коррекцию Почитайте у меня в книгах «Симптоматику перевозбуждения жизненных принципов» и анализируйте свое состояние Описывайте, что происходит и что думаете делать, а я помогу разобраться Вопрос, как семья воспринимает, как отношение внутри семьи Это тоже важно для лечения и оздоровления И, наконец-таки, а что ж новенькое можно применить, чтобы работало Это покаяние с дачи обета Если оно будет сделано правильно, исцеление может быть мгновенным А вначале сами поищите, подумайте, что это такое, а потом обсудим А в целом все идет нормально, так как и должно идти Вы меняетесь, работаете над исцелением своего организма И результаты движутся в положительном направлении 27 июня Эдуард описывает, что он делает Молодец, все тут расписано по часам При опорожнении обнаружена слизь, причем много слизи Работает, работает, на попок дегать Итого, левая стопа без изменений Под кожей пальцев Грибок сидит и не хочет выходить Это меня напрягает Горло и язык также без изменений Крепко сидит И тут, видимо, без решительных мер не обойтись Действительно наблюдается некоторая остановка в лечении Ничего не берет и эффективно не действует Я уже и керосин с гвоздикой или дегтем воспринимаю, как воду А может действительно попить керосин Так его и пьют, но, естественно, не глотками и не литрами А чайными ложками, даже столовыми Задумался над вариантом, что же дальше делать Поначалу сразу подумал пить дегтярную воду И думаю, если пить ее 1 литр в день Это наверняка дало бы положительный эффект Верю в ее эффективность Но прикинул, что производство этой воды Будет слишком накладно для меня Да и придется все заставить бутылями в квартире Для непрерывного производства А тут на меня и так косо смотрит Дочь нормально воспринимает Верить, что я не враг себе И делаю, значит, правильно А жена нет Она ничего не понимает и не хочет знать Ее это напрягает и пугает Я потихоньку их все-таки готовлю Дочь уже принимает мин Думаю, и жена не за горами Но это в перспективе А пока конфликт Если бы я был один, все бы сделал и попробовал А так приходится лавировать в море непонимание И изворачиваться как можешь Думаю о варианте с голоданием Думаю И второй вариант меня очень волнует Это покаяние с дачи обета Самочувствие хорошее Язык с утра и стул со слизью Ну что язык белый Сейчас как-то правда не так кажется, что он белый Стопы в 8 часов И стопы в 23 часа На третьем пальце левой стопы Видно выступающее уплотнение Если вот это вот уплотнение убрать Можно сказать, что стопы практически здоровы И можно на этом заканчивать наше повествование об исцелении От грибка ног Но видите, выясняются другие вещи Такие как гнойники в гландах и ряд других Дать обет В смысле дать некоторое обещание Богу И выполнить его За это человек получает прощение И естественно исцеляется В некоторых случаях Человек только дал обет на словах И сразу же пришло исцеление Даже от очень таких сложных Смертельных заболеваний Потом естественно надо Выполнить его Если не выполнишь, вновь заболеешь В некоторых случаях надо выполнить Тогда наступит исцеление Что пишет УДАР? Продолжать и переосмысливать свою жизнь С домочадцами сложно, но можно Я ему советую для расширения кругозора Посмотреть встречу с Анатолием Ивановичем Самодумовым в городе Магнитогорске Значит обязательно посмотрю Эдуард говорит 28 июня Вот это уже интересно Между двумя и тремя часами Он проснулся в туалет После чего произошел разговор с самим собой И далее Покаяние, раскаивание и мольба о прощении За убийство двух своих нерожденных сыновей А двух жен Обе делали аборт в первую беременность от меня А я этому не препятствовал, мягко говоря Дал обет во искупление тяжкого греха И попросил прощения Во время разговора сильно С самим собой Сильно сдавило в груди И стало тяжело дышать Пришлось лечь на спину Лицом вверх И только так Мог его продолжить Не все так просто Как мы думаем Вот что-то заболел Вот что-то прицепилось И не можешь отцепиться Покопайтесь в себе Всегда найдется веская причина Почему это с вами происходит Именно это, а не то Ну и дальше пошло Полоскал, принимал Был стул Значит, обнаружено множество плотных образований В виде кишок С белыми прожилками По типу баллонии Пленок в мясе Также обнаружена слизь Неужели матка стала отходить? Когда я это увидел Испытал чувство большой благодарности До слез к нему К Господу, естественно За мгновенный отклик То есть Был разговор с высшими силами И вот этот разговор Вот так вот Закончился И тут же произошло Полное понимание И осознание того Что же я натворил А именно Совершил убийство Своих детей Так и ревел над унитазом И просил прощения И каялся Вновь и вновь Еще раз дал обет И попросил прощения Когда успокоился Испытал какое-то спокойствие И умиротворение в душе Стало немного легче Но как подумаю об этом Не могу сдержать слез А он слышит меня И любит Несмотря ни на что Вот такие дела Тяжело А я так мечтал о сыне Сейчас бы играли вместе в футбол Научил бы их боксу Возможно они осуществили бы мою мечту И стали чемпионами мира По боксу Да и сама жизнь была бы совершенно иной Но все это увы В сослагательном наклонении Вот так вот Многие из нас Перечеркивают Свою собственную жизнь И вместо того Чтобы она шла По одной колее Она скатывается Совершенно в другие Молодость Неопытность Неразумность И некому подсказать Ну дальше что тут Сухая очага Керосинная воздика И так далее В 15 часов Ходил за водой Встретил бабушку Возле Сбербанка Просила милостыню Никогда раньше ее не видел В наших окрестностях Я подал Она сказала мне Дай Бог тебе здоровья Я тоже пожелал ей здоровья На душе стало хорошо Все это делается Неспроста Человека могут Как бы не лишний раз А вообще проверить А вот он дал обед А вот он там плакал Вот все вроде бы Хорошо так сделал А на самом то деле Он изменился или нет И вот такой простой Вот случай Смелость Они показывают Да Что-то уже Началось делаться В душе У Эдуарда Значит Посмотрел встречу С Самодумовым Очень полезная Интересная И своевременная информация После просмотра видео Провел эксперимент Вспомнил товарища В кавычках Который Последнее время У меня вызывает Неприятные эмоции И выключил все эмоции И тут же Мгновенно Меня качнуло В сторону Будто Резко закружило Голову И я потерял Равновесие Даже пришлось Руками Хвататься за стенку После этого Этот человек Перестал иметь Эмоциональную окраску И у меня Внутри стало Все спокойно И ровно Очень интересно И этот случай Разберу Более подробно Так вот Как это работает На эмоциональном уровне Энергия Которая Нам самим нужна Просто воруется Хотим мы Этого Или нет Теперь Вместе с эмоциями Все понятно Возник вопрос Как поднять У себя Высокочастотные Вибрации Чтобы быть Единым целым И общаться Напрямую Есть ли какие-то методики Циркулярное дыхание Или еще что-то Методика Самодумова Вы же столько Посмотрели Вот она Как раз И способствует Этому Итого Левая нога Без изменений Под кожей До конца Не хочет выходить Грибок Язык на лед Становится Тонше Горло Гнойник Слева Держится Справа Прокраснение Несколько Розовеет Миндалина Потихоньку Оживает Думу О голодании Но еще День-два Буду делать Процедуру В связи с тем Что сегодня Вышло Завтра Мысли с утра Принимать Магниесульфат Чтобы Прочистило Как следует Общее состояние Организма Хорошее 8.30 Стопы Ног Ну на вид Так Нормальная Стопы Ног В 22.45 Далее У нас идет Язык и стул И плотные Образования То есть Какие-то Вот эти Действительно Полипы Выходит То есть Выходит Вся Вот эта Бяка Кака Которая Является Паразитическим Образованием И Высасывает Жизненные Силы У нас Сидит В кишечнике И Естественно В первую очередь Все вкусненько Забирает Вот тут Сколько ее Огромное Количество Всевозможных Видов И даже Вот Видео Я значит Говорю Смотрю на стул И понимаю Что пищеварение Очень слабое Работает Плохо То есть Поражение В целом Именно Пищеварительной Системы Кишечника Довольно Так Сильно Кишечника И Печени Я ему Отвечаю Пошли Какие-то Шмотки Ваш Кишечник Выстилан Вот Этой Пленкой Которая Есть В первую очередь То что В полости А потом То что Остается Вам Далее Я говорю Вот и Началась Духовная Работа Качнула В сторону Адуми О товарищи Это Произошел Обрыв Энергетического Шнура Соединяющего Вас И его Это Как резинка Лопается И хлещет В противоположную Сторону Вот так Наша Ненависть Злоба Недовольство И прочее Соединяют Нас С теми На кого Направлены Мысли Устанавливается Канал По которому На объект Нашего Мышления Перетекает Наша Жизненная Энергия Наше Безразличие Незаинтересованность Его Обрубает Вы Очень Удачно Обрубили Вот так И с женами И всеми Кому Испытываете Неприязнь Так что Копайтесь Себе И рубите А то Все это Свило В организме Корни И сосет Не только Энергию Но и Пищу Так что Раскрывайтесь И не Зажимайте В себе Плохие поступки Человек может Вот как-то Их зажать Подавить А так же Мысли Открывайтесь Свету Становитесь Чище Здоровее Мудрее И радостнее И не И не Какие Какие Шматки Были Это 15 Апреля 2020 Года Вот такая Вот Блямба И 23 Апреля Еще Вышло Пленки В сети Еще Больше Да Удивляюся Насколько Организм Может быть Поражен А это После Чистки 1 Мая Вышло Тоже Такие Такие Вещи Которые Прекрасно Сосуд Энергию Я Поясняю Насчет Эмоций Это Не Эмоции А Эмоциональная Связь Что такое Эмоциональная Связь Это С кем Либо Это Энергетический Канал По которому Утекает Энергия Одно Дело Когда У вас Положительное Общение Эта Энергия Может быть Положительна А Когда Что У вас Какая Ненависть Раздражение И Прочее 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 Негатив То По Нему Как раз И Шурует Ваша Жизненная Энергия Соответствующими Частотами Ненависти Злости Раздражения Недовольства И так далее Пояснение От Эдуарда Забыл Сказать Что Вчера После Обрыва Энергетического Канала У меня Заболела Голова И сдавила Виски На некоторое Время Замечу Что На головные Боли До этого Я никогда Не жаловался Забыл Когда Они У меня Были Последний Утром После Применения Обрыва Вновь Заболела Голова И сдавила Виски До сих пор В области Висков Дискомфорт Небольшие Болевые Ощущения Что Это Могло Значит Я Поясняю Когда Вы делаете Обрыв То Мысленно Произнесите Все Своё Я забираю Себе Все Твое Я Отдаю Тебе В этом Случай Не будет Энергетических Потер И других Каких-то Вот таких Вот Непонятных Состояний Головных Болей В вашем Организме Эдуард Пишет Все Понял Благодарить За этот Очень Важный Совет Ну Как Никак Кое в чем Разбираемся Сами Прошли 29 Июня Опять Описывается Что Делал Все Это Я Вылаживаю Можете Посмотреть Вот Интересно На третьем Пальце Левой Стопы Где Имеется Образование Подкожей Ноготь Был Поражен Грибком И Сейчас Медленно По ходу Роста Ногтя Сходит Это Наглядно Визуально Видно Итого Коросты На пальцах Левой Стопы Отлетели Только На третьем Пальце Держится Плюс Образование Подкожей Горло Медленно Очень Но Вроде Как Розовеет Язык Тоже Становится Лучше Но Еще Очень Медленно Бесконечные Слизь И Цисты Может быть Действительно Голод Поможет Завтра Попробую Еще раз Все Взвесить Закончил Писать Решил Осмотреть Своё Горло С фонариком И обнаружил Что Небо Все Белое С Желтоватым Оттенком Гной Подкожей С захватом Десен Верхних Коренных Зубов Что Поделать Вот так Вот Нас Захватывают Микро Эти Паразиты После Там Ангин Или Еще Чего-то И И Изгнать Очень Трудно Слизь В последнем Выбросе 29 В 9 Часов Стопы Ну Стопа Тут Выглядит Внешне Довольно Таки Нормально 23 Часа Стопы Нога Третьего Пальца Левой Стопы Пораженной Грибком И Вот Как раз Видно Что Действительно Он Крупно Это Снял Что Грибок Потихонечку Уходит Я Пишу Значит Нога Отрастает Новый Это Хорошо Горло В связи С гноем Вначале Прополаскивать Горячим Раствором Соли Как морская Вода В Средиземном Море Более Концентрированно А потом Керосин С гвоздикой То есть Соль Будет Тянуть Этот Гной Все это Отрывать На себя А дальше Уже Когда Все это Оторвется И Выделится Дальше Уже Керосин Для того Чтобы Уже Производилась Работа По По Поражению Этой Инфекции Папиллома В пупке Исчезает Это Хороший Знак Я ему Советую Несколько Уменьшить Натиск На грибок Оставить Только Самые Эффективные Воздействия С целью Передохнуть Попринимать Душ Ванну Посмотреть На жизнь По другим Уголам А что За угол Пусть Подскажет Ваше Сознание То есть Человек Должен Анализировать Разбираться Эдуард Говорит Хорошо Я вас Понял 30 Июня Слизь 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 Цистый Язык Как всегда Так Плотное Образование Вот они тут Вышли Он их тут Нашел Вот их Сколько Достаточное Количество Рассмотреть Можно Целая Галерея И Фотография На месте Папилумы В пупке Образовалась Короста А под ней Гной То есть Произошло Ее Отторжение Я говорю Эдуарду Вот видите Корешок В кишечнике Подрубили И вершок Сам Отгнил Это что Касается Папилумы В пупке Стул Мне не нравится Мало Желчи Обязательно Перед едой Стакан Желчегонно Травяного Чая Печень Очень плохо Работает Еще разок Пришлите Что вы едите Отход Шматков Похож На полипы Продолжить Но без Фанатизма И пишет Что он Ест Питание Конечно Не совсем Удачно Вчера Ел Завтрак Кофе Молотый Плюс Батон С маслом Сливочный Плюс Мед Он Запивал Ел батон С маслом Запивал Кофе И батон И масло Уже Хуже Перевариваются Просто Человек Проглатывает Толком Толком Думает Кишечник Сам Разберется Он Вот Не сам Разберяется В 13 Часов Чай С двумя Кусочками Твердого Сыра Плюс Мед Опять Так Смотрите Чай С двумя Кусочками Твердого Твердого Сыра Оно Не успеет Перевариться За этот Час И как раз Финик И персик Попадут На Такой Субстрат Кишечники Через который Они не пройдут И естественно Они Начинают Бродить Бродят И Подкармливают Вот эту Близнетворную Микрофлору Грибницу Я ему пишу Старайтесь Меньше Запивать А больше В сухомятку То есть Сначала Выпили Потом Ешьте Так будет Лучше Усваиваться И не будете Переедать Потому что Как правило Человек Если что-то Ест И запивает Он съедает Проталкивает Значительно Больше Чем ему Нужно Спасибо За рекомендацию Пожалуйста Описание Подъем Сода Тмин Так Обрывки В стуле Образование В виде Кишок Осмотр Горла Неба В гное Справа В блосте Гланды Сильно Покраснение Я думаю У нас Па отойдет Снижу С края Под кожей Иной Язык с налетом Видите Начали с одного А тут надо Весь организм Весь организм Так Лишай Слева На щеке В области Носоглубной Складки Зашелушился Почесывается Но без дискомфорта Показал свое присутствие Второй день Наблюдаю Небольшое Улучшение Зрения Связывая Это с Расслаблением Мышц Лица Глаз Ушло Некоторое Напряжение Это стало Происходить После Обрыва Энергетического Канала И понимания Как это Работает В голове Все стало На свои места Иногда Не иногда А вообще Часто Бывает там Когда человек Понимает Вот действительно Как это Работает На что Надо обратить Главное Внимание То это 80% Успеха И вот в данном Случае С Эдуардом Этот феномен Проявляется Хороший день С дочкой Долго разговаривал На разные темы Посмеялись Совместные дела Вижу Искреннюю Заинтересованность И ее Любопытство С женой Немного Приобщались Чувствую Что внутреннее Напряжение Которое Мне Очень сильно Мешало Расслабиться Потихоньку Уходит И добавляется Внутренняя Энергия Позитива Вот она Чистая энергия Как в детстве Это очень Хорошее Наблюдение Да Когда у нас Какие-то Вот Недомолпли Какое-то Знаете Напряжение Недопонимание Особенно С близкими Вот это Все и вызывает Напряжение Человек Не отдыхает Это напряжение Передается На его Скелетные Мышцы Уже Служит Таким Фоном Который Способствует Ослаблению Потери Энергии И уже Перерасполагает К разного рода Заболеванием Итого Несмотря на Горло Язык И тому подобное Все же Оцениваем В своем состоянии Положительную Динамику Левая Ножка Потихоньку Приходит В норму Полипы Выходят Продолжаем Работать И думать Хороший день Любой день Хороший Далее 9 часов У нас Стопы Ног Идут В 22.00 Вот Какие Стопы То есть Практически Можно На этом Было Бы И закончить Что Ему Советую Побольше Пообщайтесь С женой Ненавязчиво На разные Темы Чтобы Она Вас Понимала Вы Почувствуете Доверие От нее Это Другая Интересная Связь Которая Связывает С супругом Подпитывает И поддерживает С дочкой Это Очень Хорошо Ибо Она Пришла В этот Мир К вам А вот Сыновья Пришли К материалу Налаживайте Отношения С близкими Ненавязчиво Делитесь Приобретенным Опытом Какой Мой Был Совет Это Первого Июля Но Он Говорит Постараюсь Спал Всю Ночь И Хорошо Выспался Хотя Проснулся В 3 Часа В 8 Часов Подъем Спал Удовлетворительно Ноги Не беспокоили Стул Первая Часть Плотная Колбаска Темного Цвета Вторая Часть Мягкая Колбаска Коричневого Цвета И Однородные Консистенции Третья Часть В конце Типа Медузы Плюс Желч При выходе Прямую Кишку Выворачивала Наизнанку Подобные Сгустки Слизи Выбросы Наблюдал Только При применении Трав Буревой При чистке Печени Запах Желчи Кислый Тмином И чая Стул Наступил Очень быстро Обычно После соды Через Час Полтора А тут Прямо Давануло Через 20 минут Такого Раньше Не было Пишет Что Послужило Причиной Выброса Так Много Слизи Желчеволный Чай Вчера Выпил Около Одного Литра Перед Обедом Керосин Деготь На Пупок Тмин Чага Или же Внутренняя Энергия Которую Мне Вчера Удалось Скопить В результате Отключения Негативных Эмоций Большой Вопрос Значит Эта Мысль Пришла На Ощущениях Итого Левая Стопа Восстанавливается Горло Язык Без Изменений Папиллома В пупке Не наблюдается Пупок Почти полностью Очистился Отошел Дважды Сгусток Комком Слизь Хорошо Продолжаем Пересмотрел Встречу С самодумовым Правильно ли Я понял Что Высокочистотные Вибрации Он повышает Получает С помощью Занятий На своем Тренажере Да Так это И произошло И тут Важно Не сам Тренажер А вот Ваш Мысленный Настрой На все Это дело Именно Он И повышает Именно Он Заряжает Все клетки Вот этими Частотами Которые Нужны Тут значит Мы язык Видели Все за первое Восемь часов Смотрим Стопы Ног Что ему Сообщаем Слизь отходит Это хорошо В еде Постарайтесь Больше Жевать И меньше Запивать Не забывайте О слабительном Магниесульфате На левую стопу Продолжать Распарку Дело идет Я спросил Как он Относится К уринотерапии Он ответил Отношусь Положительно Пил среднюю урину Три дня Подряд С трех До четырех Часов Перед Самой первой Чисткой печени То есть До пятого Апреля Кстати Гноник В области Миндалины Слева Появился Точнее Я его Первые Увидел Сразу После первого Приема урины Ночью Совпадение Вопрос Потом была Чистка печени Вы посоветовали Лишь полоскать Урины Вроде как Она уже Все что могла Сделала Можно И не пить Я тогда полоскал Но гноник Остался В настоящее время Каждое утро Уриной Умываю Лицо И мою Волосы После бритья Моча Как лосьон В общем Замечательно Чудеса Да и только Я ему говорю Тогда полощите Еще горло Он отвечает Хорошо Так Схема Направления Тяжей Я попросил Его нарисовать Человечка Схему В котором Были Отмечены Где Он чувствует Тяжи Где Они Идут То есть Тяжи Это уже Говорит о том Что грибок Пророс От одного места К другому И дальше Пояснение Тяж От покраснения В области Правой Гланды Идет вниз По шее Через Лимфоузел По кадыку Справа И теряется Под ключицы Второй тяж От большого пальца Левой стопы Его основание И основание Второго и третьего пальца Идет по косточкам Этих пальцев Стопе вверх По голени Вдоль кости Слева С наружной стороны И прямо В коленном суставе По чашечку А куда они идут Далее Вот И вопрос задой Не под пупок ли Эдуард сообщает Тяж в левой ноге К настоящему времени Уже прошел Не ощущается А вот Когда он был То по ощущениям Заканчивался В коленном суставе И дальше Вроде бы Не уходил Второе А вот тяж От гланды Вниз по шее Возможно И уходит До пупка Но он теряется Где-то в груди По направлению К животу Попробую поработать С ним В более тонких Ощущениях Если получится Второго Июля Спал удовлетворительно И пошло 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 Что он делал Пишет Я понял Почему у меня Немного Улучшилось зрение Отключаю Эмоции Расслабляю глаза Смотрю вдаль И не пытаюсь Что-то увидеть И появляется Четкое Изображение Пусть пока На короткое время Но все же Главное Я это Прочувствовал Как это работает И еще После соляризации Смотрение на солнце Зрение Обостряется Добавляет Странное дело После обрыва Энеритического канала Невозможно Крайне затруднительно Вспомню Вспомню даже Лица Язык Что выходит Ага Это как раз Вышли Вот эти Различные Пленочки Он их Отмыл То есть Вот Полипы То есть Какое-то Паразитическое Образование Из кишечника Восемь Тридцать Стопы Ног Ну что Хорошо Хорошо Смотрится Стопы Ног Двадцать Два Ноль Ноль Но если Не присматривается То все Более-менее Нормально Я советую Больше Желчевонного Чая Два Три Раза В день По стакану Мне не нравится Его стул Вообще Отсутствует Вот Желчь В четыре Часа Просыпался Попробовал На тонком Уровне Пройти С подтяжу От правой Гланды Вниз Дошел До живота И тут Печень Стала Выдавать Болезненные Ощущения И перехватывает Все Внимание На себя Все Сбилось Мало Того В это же Время Стал Ощущать Тяж Слева Где Гнайник Но он Гораздо Короче И менее Выжен Также Идет Вниз По шее Только С левой Стороны Обрывается Вши Ночью Приснилось Что У меня Тяж То ли Судороги От большого Второго И третьего Пальцев Левой стопы Вверх По стопе Но до колена Не достает Ограничивается Стопой Вот такие Наблюдения Центр живота Вот как раз В центре живота Где там Паразитироваться Ну лучше всего Конечно Паразитироваться В печени Поэтому она У него И плохо Работает И Вот этот Вот интересно Такой Вот Тонкие Ощущения В просоночном Состоянии Как раз И показали Где это все Гнездится Гнездится В районе Печенки Печенка Излюбленное Место для Паразитов Почему Да потому что Там все Виды обмена Это так сказать Банк Находится Поэтому Там все Эти паразиты И не Сдятся Я ему Ответил Хорошее Наблюдение 3 июля Что он Делал Урина Керосин Солевые Ванночки Итого Левая стопа Восстанавливается Своим чередом Горло Без изменений Только гнуя На небе Стало На одну Треть Меньше Язык Белый Кстати Вот этот Стул Это говорит о том Что идет Очищение Печени Вот выбрасывается Какая-то Бяка Кака Это Именно из нее Слизь Со старой Желчью Вот такого Цвета Она и бывает Так В 9 часов Стопы ног Нормальные 23.30 Ну Левая Тут немножко 4 июля В стуле Немного Слизи Во время Пешей Прогулки Пришло Сознание И понимание Того Что нужно Голодать Будем Считать Что я Вошел Попробую Насухо Время Пошло Попробую 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 Попробую